Всем доброй ночи! Итак, друзья мои, я уже не раз говорила, что магия – это связать одну истину с другой. Один догмат с другим. Одну нерушимую, неоспоримую правду с другой правдой. То есть то, что не нуждается в доказательстве. Ну, например, при лечении зубной боли есть такой древненародный заговор. Как у Луны зубы не болят и не крошатся, так и у такого-то такого зубы не болят, не крошатся и так далее. Ну, там это часть заговора. Теперь. Совершенно истинно и в доказательствах не нуждается, что у Луны нет зубов. Следовательно, они болеть не могут. Неоспоримые доказательства. То же самое неоспоримое доказательство переносится на этот заговор от зубной боли. Далее. Скид болезней на кладбище, например. Я вообще вам советую открыть ключ, замок, язык. Мою лекцию. Тайны заговоров. Там я очень подробно объясняю, как построены заговоры. Почему именно таким образом, что такое сущности, что такое персонализация определенных сил, определенных сфер человеческой жизни и так далее. Так вот. Весь ритуал не буду говорить, но вот несколько моментов. как мертвец и не встанут, и своими ногами в свои дома не вернутся, так и болезнь моя и так далее ко мне обратно не вернется. Или болезни этого человека, потому что чаще всего такие ритуалы делают ведьмы, но в присутствии человека. Истина, истина. Мертвец может встать, пойти, и физически это возможно. Нет. Значит, следовательно. Но это не означает, что каждый, кто пойдет, это скажет, у него получится. Есть моменты, которые связаны сначала с призывом темных сил или кладбищенских сил, с открытием кладбища. Есть такой момент. Открытие могилы, извиняюсь. Есть такой момент. Активная могила, неактивная могила. Об этом я тоже говорила с погостной магией. Можете открыть, посмотреть. Мне кажется, я про все говорила. Так вот. Вот неоспоримая истина. Мертвец не пойдет домой. Следовательно, болезнь этого человека тоже не вернется. Или берут, например, сжигают рубашку, в которой человек три дня спал. Ну, естественно, его пот и прочее, да, там остались его частицы на этой рубашке. Вот снимается после некоторого заговора ведьма, и это сжигается в пустынном месте, потом это закапывается и в конце закрепляется следующими словами. Вот если эта рубашка станет, вернется обратно, восстановится, и кто-то сможет его надеть, так и такая-то там порча вернется к человеку. Дальше. Как звезд не сосчитать, так и денег моих не сосчитать. Звезды можно сосчитать? Нет. Значит, следовательно, одну истину с другой связан. Вот кто выпит океан моря, тот мой заговор и перебьет. Возможно выпить океан моря? Нет. Значит, заговор не перебить. Это ключи, понимаете, закрывает, извиняюсь, не ключи, это замки, это окончание. Ключи – это открывание определенными словами и определенными действиями. Хотя такие слова тоже иногда где-то в некоторых заговорах могут являться ключами. Это очень сложная тема. Далее. Например, вот такая-то такая порча не вернется только тогда, когда мертвецы восстанут и по земле пойдут и на земле не будет ни одного дерева и когда все моря высохнут, только тогда этот заговор перебьется. Если такое, не дай боги, когда-нибудь случится, нас с вами уже не будет на земле. Так что нам тогда точно порчи будут не страшны. То есть, понимаете, как, вот мы говорим, из чего состоит заговор и магия. Смотрите, это очень глубинные вещи. Если задуматься, это идёт законы, законы природы. Вообще в мире, в мироздании нет аномальных явлений. Их не существует. Просто человечество то, что не может объяснить, называет аномалией. То есть, отклонением от нормы. Аномалия. Необъяснимая вещь. Непонятно, как это может произойти. Произошла аномалия. Ну, например, явление какое-то, да? Люди не могут объяснить, как так. Вот сидят на диване, смотрят фильмы. Вдруг через стену проходит силуэт человека. Вот все увидели. Ни один человек, ни два человека. Вот видите, тут же сущность проявилась, некая белый вот шар. Вот проходит через стену и с другой стены выходит вот просто человеческая тень. А иногда даже прям на человека похожее нечто. Ладно, там на видео некоторые говорят, что это фейковые видео. Согласна, очень много и ерунды тоже в интернете. Но если человек лично увидел или вся семья увидела, это же неоспоримый факт. Они это все увидели. Не может галлюцинации быть у всех людей. Нет. Вот увидели люди, вот такое прошло. Что мы говорим? Аномалия. То есть мы не можем объяснить. Объяснить могут, например, люди силы с точки зрения. Они скажут, может, это прежний хозяин дома, если дом старый. Если там на погосте или недалеко от погоста, можно сказать, предположить, мы предполагаем. Исходя из того, что потом следует после этих явлений, мы можем предположить, что это было вот кто-то, что-то и так далее. Но сто процентов дать гарантии невозможно. Это может быть и демоническая сущность, это может быть и дух, это может быть хранитель, это может быть домовой. Вот кто угодно. Так вот, когда мы не можем объяснить, мы говорим аномалии. На самом деле в природе аномалии не существует. Всё объяснимо. Вот магия, она вот взаимосвязана. Вот, например, вот спичка, да, она вот сгорела. Вот зажигают и говорят, вот как это дерево сгореть, так и чтобы там, ну, например, крутят вокруг нарыва. Вот нарыв, пусть там высыхает, значит, нарывает и выходит наружу, очищается. Различные есть заговоры, ритуалы, лечение рожи и так далее. Я лично, например, да, всегда доверяла и доверяю древним работам, потому что они за тысячелетия собрали огромную силу, энергию. И если есть методика, там, например, если абсолютно нейтральные работы от чего-то созданы, именно лично мне пришло, это понятно, что они уже надели не силы. Я уже говорила, что очень может быть, что мы ничего нового не создаем. Мы воссоздаем то, что было давно и сохранилось вот в этих информационных пластах. Мы это воссоздаем просто. Вот и все. и может быть вот эти работы сильны тем, что они уже были на земле, ими уже пользовались, они уже полны энергии и воссоздавая их, я всего лишь древнюю работу воссоздаю. Да, я автор. Мне это пришло, я автор. Я имею право на авторство, да, претендовать. Но оно уже если сильное, значит, оно древнее. Но в любом случае, а если, например, определенные работы создаешь как бы из народных заговоров, естественно, фундаментом являются древние заговоры, старинные заговоры, потому что они созданы по всем законам и канонам магии. Вот почему человек, не имеющий глубокие познания в магии, не может ни объяснить, ни лезть сюда, ни что-либо создавать, не имеет права, потому что ему не дано. Он должен знать вот всю технологию, понимаете? Это как собирать машину, все детали должны быть на своих местах, иначе взорвется машина, иначе замкнет внутри, этого достаточно, чтобы бензобак взорвался, то есть иначе бензин уйдет в другое место, а это в третье машина с места не двинется, это в лучшем случае. Вот тоже самый заговор. Нужно знать весь процесс. Кстати, розы мне сегодня привезли вот эти красивые розы. Не стала снимать, времени не было. К сожалению, не написано от кого, просто с благодарностью вот они и стоят здесь, этот букет. Огромное спасибо, мне очень приятно. пользуясь случаем, как в поле чудес, пользуясь случаем, передаю привет. Итак, вот к чему я веду. Догматы, истина. это яйцо. Вы можете взять куриное яйцо или перепелиное яйцо. Вот яйцо. Это истина? Да, это настоящее яйцо. Значит, в ней есть что? Жизнь. Из нее может вылупиться цыпленок? Может. Если это яйцо подложить там под наседку. А если нет, останется яйцом, его или жарить можно, или сварить, или просто испортиться выкинем. А если начитать на яйцо и связать одну истину с другой, ну, например, как из него жизнь не выйдет, да, или птица не вылупится, так и вот это дело не получится у того-то. Видите, одну истину связать с другой. Если я не захочу, оттуда ничего не вылупится. Следовательно, если я захочу, у того-то против меня дело не получится, расстроится. Козни. Я назову разрушить козни. И это старинный метод. Заговор мой, но метод старинный. Такое вы не часто встретите, но это старинный метод. так отнимали сон у врага, например, и восстанавливали сон. Так снимали болезни на яйцо, скатывали. Почему скатывали? Вот эта вся гнилая, отрицательно черная, смертоносная энергия уходила в ту жизнь, которая внутри. Эта жизнь приносилась в жертву. Что либо надо жертвовать во время ритуала. либо свечи, либо воск, либо огнем нужно питать тех духов, которые приходят на ваш зов. Потому что свечи это связь между материальным и духовным миром. Поэтому они практически во всех ритуалах присутствуют. где можно применить и как можно применить этот ритуал. Если с вами судятся, казалось бы, простой ритуал, шесть черных свечей восковых, яйцо куриное или перепелиное, черная материя, в которую вы завернете это яйцо, закопайте или оставите под снегом зимой, можно и так, если глубокий снег и не найдут в ближайшее время, пока яйцо там стухнет, то можно и туда. Сверху кидайте шесть монет, откупайтесь и уходите. Это я вначале говорю, что вы будете делать. Но когда можно применить? Когда судятся, например, с вами и чтобы судья не принял их в сторону. Или по крайней мере вы бы отделались меньшими какими-то незначительными. Мало ли что случилось. Может ваш муж подрался. Вы пошли договориться, вы знаете, что они сами виноваты его спровоцировали. Но поскольку удары он нанес, у нас в стране кто упал, тот потерпевший. вот удары он нанес, и вы идете договариваться, они не хотят, они хотят с вас чуть ли не там несколько миллионов. Выхода нет, приходится судиться. То есть может ли судья полностью оправдать вашего мужа? Не может. По той простой причине, что удары нанесены, побои сняты, и это уже факт. но если они эти потерпевшие у вас требовали три миллиона, чтобы забрать заявление обратно, думая, что вашего мужа посадят иначе, в данном случае, например, суд скажет там 10 тысяч рублей на лекарство. Все, дело завершено. То есть по сути вы остались в выигрыше, да, хотя ему присудили, но это гражданский акт, это не уголовное дело, естественно, это несудимость, это просто гражданские то есть компенсации он должен компенсировать и так далее. То есть ну вот смотрите, вот в таком формате либо свекрой ваша уговорила вашего мужа и все ваши вложения, все ваши деньги он хочет взять и вложиться со своим братом в какое-то там непонятное мероприятие, какой-то магазин купить или что, а вы уверены, что там он прогорит. но она настолько уговорила сына, упросила, что ну вот жалея своего второго сына, очень хочет, вот чтобы брат помог ему и вместе там начали какое-то дело. И вы знаете, что сто процентов без ничего останетесь. Как сделать так, чтобы ваш муж передумал? Или бы они там с братьями поссорились, он сказал, пошел бы ты. Или мать слишком настояла, он бы разозлился и отказался, чтобы не случилось так, как она хочет. Вот этот ритуал. Козни. Строят козни. То есть хотят что-то против вас сделать. Если вы это проведете, то, что они хотят, у них и не получится. Та же самая сплетни, например, на работе. Вот сплетни против вас, травли там, против вас пытаются что-то сделать. Сделайте этот ритуал. И сколько бы вы против вас не сплетничали, вы работы не лишитесь. Они своей цели не добьются. То есть это не остановить процесс полностью, а сделать так, чтобы процесс шел, но вы не были бы там пострадавшими. То есть не сделать так, а процесс будет идти. Вы не процесс останавливаете, вы себя обезопасили, чтобы все, что бы было, не было, то есть сделано против вас не дало результат тому человеку, который это делает. Теперь зажигайте свечи, читайте шесть раз, ждете, пока свечи догорят, ну или останутся маленькие огарки свечей, после чего это яйцо кладете в черную материю в эту же ночь или в следующую, смотрите, как вам удобно, можно и следующую, в принципе, у вас есть три дня на это дело. Да, провести нужно, луна здесь не имеет значения, но проводить нужно в темное время и суток, такие ритуалы, вообще в темное время и суток, духи активны, и они помогают быстрее, сильнее, более эффективно, так, секунду, относите, как я уже сказала, либо закапывайте, либо, поскольку сейчас зима, зарывайте в снег, в глубокий снег, так, чтобы долгое время не нашли, но никак не могу зажечь, и кидайте сверху огарки свечей, шесть монет, и говорите, откупаюсь, и уходите. И процесс пошел, за короткое время все повернется в вашу пользу. Сейчас я так сделаю, чтобы было удобно. Итак, начинаем. Если вы знаете имя человека, можете называть. Если вы знаете, против кого боретесь. Если у вас суд, можете называть имя судей, или просто говорить судья. Если вы считаете, что не от судей зависит только, а больше зависит от активности и истцов, значит, просто враг слова. Или там, ну, кто инициатор вот этого суда и прочее. Если это ваша свекровь, называть ее имя там. Дормидонта, например, да, наоборот, Карпения Дормидонтовна, например, да, или Маня Петровна, или что-то в этом роде. Итак, начнем. Враг мой, я над тобой колдую, ночью черной, словом сильным, магии всемогущей. Яйцо было в птице, там жизнь была, да жизнь в яйце умрет, и твоя воля уйдет, из этого яйца не вылупится птица. Так и дела твои бесплодны, и старания твои суетны, и бесполезны. Яйцо стухнет, яйцо стухнет и сгинет, так и дело твое разрушится и уйдет. Бесплодные пустыни, да в каменные долины, из яйца не вылупится птица, так и намерением твоим не дано сбыться. Сила слову моему, ключ, замок, язык, заклято. Враг мой, я над тобой колдую, ночью черной, словом сильным, магии всемогущей. Яйцо было в птице, там жизнь была, да жизнь в яйце умрет, и твоя воля уйдет. Из этого яйца не вылупится птица. Так и дела твои бесплодны, и старания твои суетны, и бесполезны. Яйцо стухнет и сгинет, так и дело твое разрушится и уйдет. Бесплодные пустыни, да в каменные долины, из яйца не вылупится птица, так и намерением твоим не дано сбыться. Сила слову моему, ключ, замок, язык, заклято. Враг мой, я над тобой колдую, ночью черной, словом сильным, магией всемогущей. Яйцо было в птице, там жизнь была, да жизнь в яйце умрет, и твоя воля уйдет. Из этого яйца не вылупится птица, так и дела твои бесплодны, и старания твои суетны и бесполезны. Яйцо стухнет и сгинет, так и дело твое разрушится и уйдет. В бесплодные пустыни, да в каменные долины, из яйца не вылупится птица, так и намерением твоим не дано сбыться. Сила слову моему, ключ, замок, язык, заклято. Враг мой, я над тобой колдую, ночью черной, словом сильным, магией всемогущей. Яйцо было в птице, там жизнь была, да жизнь в яйце умрет, и твоя воля уйдет. Из этого яйца не вылупится птица, так и дела твои бесплодны, и старания твои суетны и бесполезны. Яйцо стухнет и сгинет, так и дело твое разрушится и уйдет. В бесплодные пустыни, да в каменные долины. Из яйца не вылупится птица, так и намерением твоим не дано сбыться. Сила слову моему, ключ, замок, язык, заклято. Не знаю, сколько раз прочитала, вам нужно прочитать шесть раз. Это очень эффективное, очень быстрое, то есть, дающее быстрый результат, работа. Проводите, и не давайте себя в обиду. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok